Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас будет дорожный влог из Кемера в Анталию в аэропорт, домой в Москву в Зеленоград. В общем, у нас ранний вылет в 9.30 выезд из отеля, если забирает трансфер общий, то полше стола. Я специально полше стола подошла, сказала, что мы не поедем, поедем своей машиной, которую мы заказали через Геттрансфер. Я сейчас позвонила в Геттрансфер по тому телефону, который мне прислали на ломаном английском, говорю 6 o'clock он ест, что-то там драйвер, драйвер. Потом сейчас перезвонил, говорит, мол, задержится на 10 минут. Но я его поняла как он сказал, что задержится на 10 минут. И сейчас, представляете, мы вышли пол пятого водички попить. Здесь хочется, здесь в бутылках воды нет. Но есть кулер на территории. Можно набрать либо в свою бутылку, либо в стаканы. В общем, очень-очень необходимо знать английский язык. В общем, полшестого темень беспробудная. Вот смотрите, прошел совсем немножко времени и уже вот такой вот рассвет моментально. Все освещено. Вот сейчас вот 10 минут, хоть глазка ли было, вообще ничего не видно. Я вам муру показывала. А сейчас тишина такая на территории. Уже ресторан готовится к открытию. котята бегают здесь. Им сейчас не страшно, отдыхающих нет. Отдыхающие в течение дня замучили здесь. Кошка родила котят. Кто-то подкармливает, ходит. Кто-то дети просто таскают. А они здесь такие диковатые. Слушайте, вот это вот такая пора классная, когда свежесть есть. Вон он, смотрите, какой красавчик сидит рыжий. Да? Ух, вы два рыжих, каких красивых тут сидите. Скажите, хорошо, пока отдыхающих нет? Откуда же вы взялись? Скажите, на нашу голову. Классные красавцы. Так, ладно, ну вот такой с нами приехал транспорт сегодня. Ух ты! С комфортом поедем. Да, Иван? Ты даже со своим ланчбоксом, кстати, в Бергамоте можно заранее, ну, во всех отелях заранее заказать ланчбокс. Ланчбокс. Ваня, покажи, что там в ланчбоксе. Он будет спать, я на колеседок. Что там? Давай. Здесь сок, вишня вот такой. Так. Две вот таких вот блюдечки. Яблочко там. Яблочко. И одна блюдечка. Ага. И бутерброд. Бутерброд. Печенье. Какой бутерброд? Ваня, 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 Ганна со своим не расстается у нас. Третьих ланчбокс. Он со своим не расстается. Мама убрала к себе, остальное. А Ваня с этим едет. В общем, немножко пришлось понервничать, потому что я позвонила без 10-6, слава богу, что позвонила, то ли забыли, то ли что там, я не знаю. В общем, на ломаном английском объяснила, что как, они уезд-езд там задерживаются. В общем, тоже все на английском. Потом попросила еще позвонить с ресепшеном, чтобы на турецком там хорошо у нас русскоговорящий продублировали. Да, да, говорит, едет там, немножко задерживается. И едем дорога в аэропорт. Поехала чисто исключительно вот на этой машине и за Ваней. Если бы не Ваня, если бы не укачивала в дороге, мы бы ехали по общественному, в смысле, ну, общим трансферам, как бы, для взрослых это несложно. А ребенок, вот у меня, почему-то, несмотря на андромин, не знаю, сегодня опять дала, как он выдержит эту дорогу, я не знаю. Ну, будем смотреть. А сейчас на самом деле даже мы включаем на у них надпись. А сейчас, смотрите, какие горы шикарные. И так хорошо, когда это людей практически нету, да? Дорога в аэропорт. Есть песня такая. Мы едем в аэропорт. У меня вот так вот эти документы здесь в сумке. Специальный такой карман, который особо не закрывается, потому что вот это вот постоянно раз за разом нужно брать. И очень неудобно. То в одном месте, то в другом месте. Все, Ваня, не знаю, когда мы теперь в следующий раз горы такие увидим красивые. Ты домой хочешь? Дорога в аэропорт. Дорога в аэропорт. Я убегаю прочь. Дорога в аэропорт. Я улетаю в ночь. Дорога в аэропорт. Дорога в аэропорт. Дорога вдоль моря. Смотрите, какая солнечная дорожка. Красивая. Лодки в море. С одной стороны море, а с другой стороны сосны и горы. Все как я люблю. Ваня спит от драмины. Водитель не гонит, у нас уже столько автобусов обогнало там от Дуи. 55 минут, Вань, повезешь чуть-чуть чемодан? 55 минут мы заходили на трансфере, но он, честно говоря, ехал очень-очень медленно. Воз как ценный груз вез. И очень много. Я вот тебе о чем говорила, мам, почему пораньше? Видишь, сколько людей на досмотр стоит? Очень страшно. Ладно. Надеюсь, что пройдем. Я вот, видите, хотела сегодня пораньше выехать в аэропорт, потому что вот предчувствовала вот такую вот ситуацию. Представляете, с утра сколько рейсов? Можно. Слушай, да, взлесить надо сейчас где-нибудь свободно. Вон там сейчас пойду посмотрю. В общем, смотрите, сколько сегодня на вылет с утра людей. У нас 6 тонн, и сейчас, значит, опять будет большой хороший самолет. Я на это надеюсь. Людей очень много. Приехали мы, конечно, познавательные. Сейчас не знаю, получится вместе сесть или нет. Ванек, мы встали в две очереди. Очередь очень медленно двигается. Ванек не знает, куда себя пристроить. Сел на чемодан. Кстати, я Ваня на чемодан, он же много в себя вмещает. Сейчас отдаю ручную кладь. Купили специально чехол. Чехол 10 долларов стоит. Конечно, можно было найти дешевле, но мы вчера уже в попахах. Я понимаю, что у меня идет перевес по моему чемодану. А на Ваню же тоже положил чемодан. Решили ручную кладь его не брать, а отдать в багаж. В общем, самый последний. Прошли мы регистрацию. Но осталось еще там парочка человек. Наверное, сейчас не успеем уже перекусить. Потому что сейчас нужно еще будет таможенный контроль. Я и говорю, таможенный контроль еще перепроходить. Да, потому что сейчас яблочко поест с себя. Бабочка, я, бабочка. Но дали седьмой ряд. Только все как-то в этот раз очень долго. Но из-за того, что подвел водитель, он проспал. Заказывали на 6, а выехали в 6.20. Вот эти 20 минут немножко сделали погоду. Ну, в принципе, конечно, ничего страшного не случилось. Еще час впереди. Успеем, надеюсь, досмотр пройти. Если там не такие же очереди, как и здесь. Нужно еще пройти паспортный контроль сейчас. Чтобы вам отметку поставили по выезде. И везде сегодня у нас сопутствуют очереди. Что тебе? Мне не придется говорить. Пойдем, Вань, вон туда пройдем. Разрешите, пожалуйста. Пойдем. Пойдем дальше. Бизнес-зал. Бизнес-зал здесь на втором этаже. Сип-лаунж. Там написано на бизнес-зале. Там, где Бургер Кинг. Зал здесь. Бизнес-зал небольшой. В прошлый раз я его не успела снять. Напитки. Здесь, Вань, бери себе, что будешь. По-быстрому. Кексы. Сейчас возьмем. Он же холодный, мам. Кто? Ну, бери, нагреются. Здесь у нас картошечку можно перекусить. Суп дня. Маслины, оливки. В общем, пироженки разные. Суп. Так, вот такая вот картошечка, Вань, с кетчупом. Покушать, потому что лететь еще долго. Я не хочу. Кормить, наверное, я не знаю, будут, не будут. Лучше сейчас поесть. И вот так вот сейчас по-быстрому. Пять минут у нас осталось. И бегом бежать. Что-то как-то в этот раз ничего мы не успеваем. Это типа колбаски такой. Зачем ты это все выбрасываешь? Кушай картошку, если ты не будешь. Вот когачки я тебе взяла. Кушай, если ты не хочешь бутерброд. Хлеб просто. Видели такого едока? Вань, ну это курица. Ну курица. В этот панец, садись сюда, Вань. Куда не надо. Вот специальные места. Вот, садись, садись. В общем, этот раз все-все у нас последнее. Бегом-бегом. Все на уровне бега. Очень мне понравилось в прошлый раз на нем лететь. Да, Вань? Смотри, какие мощные двигатели у самолета. Какие крылья огромные. Катя, да подожди. Ну ты видишь, там очередь. Ты видишь, там очередь. Вот, торопишься. Уже точно мы все уже приехали. Уже никуда отсюда не денешься. Дай хоть... Дай хоть насладиться видами. Вон там тоже, Нордвин тоже такой же огромный стоит самолет. Слушайте, нравится мне путешествовать, особенно летать. Очень-очень люблю летать. Прямо пожарно. Особенно вот такими большими самолетами. Вань, налево. Куда? Налево. Семь. Вон бабушка. Ух ты, нам какие сегодня коронные места дали. Может быть, мы не зря опаздывали сегодня? Может, мы не зря опаздывали? Ну, я тебе говорю. Очень хорошо. Тебе не везет. Тебе, оказывается, очень везет даже. Благодаря тому, что мы последние проходили, нам досталось вот такое вот коронное место самое вначале, сразу же за бизнес-классом. И мы не как всегда над крылом будем лететь, а в самом перед, перед самолетом. Седьмой ряд у нас. Представляете? Счастье есть. А мы так расстраивались. Не спешите расстраиваться, если вам кажется, что что-то не так. Может быть, оно круче. Самолет садится. Какие-то счастливчики в Турцию только прилетели на отдых. Это будет очень маленько. etsен. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Как всегда, вот такая вот облачность почему-то над Москвой. Я не знаю, что в этом году. Прям ерунда какая-то с погодой. Ура! Наконец-то, да, сквозь облаков мы увидели землю. Да, Вань. Химкин. А, химкин просто. Я уже с сильного-сильного разочарования уже забыла. А при чем здесь разочарование? Ну, потому что у меня на телефоне показывала химки, а я его потеряла. Всегда, когда пролетаем, вот здесь вот очень-очень много воды, мы никогда не знаем над чем пролетаем. Как-то не работает в воздухе. Я говорю, что это река Волка. Да, не знаю, Вань. Вряд ли Волка. В Саратове. В какой же Саратове? В Санкт-Петербург. Какой Санкт-Петербург, господа? Волк, Санкт-Петербург. Ох, украдилась. А где наш Саратове? Столько дачных участков внизу. Где Саратове? Сейчас будет, Вань. Саратове. Наверное, какой-то здесь и есть внешний участок. Ага, а ты же по налево рейх. Да нет, почему по налево? Они здесь всегда были, интересно. Надо по карте полета посмотреть. Мам, карта полета это где только рядом с аэропортом. Быстрее. Почему он быстрее начал? Ну, тебе кажется, что быстрее. Сейчас будет снижаться. Сейчас скажут. Уважаемые дамы и господа, через несколько минут мы приземлимся в аэропорту. Дамы и господа, мы готовы к посадке. Просим вас убедиться, что ремни безопасности застегнуты и затянуты. Спинки гресят в артикальном положении. Столики убраны, подлокотники опущены. Благодарим за внимание. Ладис и джентльмены, вы ready for landing. Please ensure that your seat will be steadily fastened. Sit back fully up. I create a will start. I'm always down. Thank you for your attention. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ваня больше всех рад. Ваня, ты представляешь, самолет разгоняется и назад в Турцию летит? Нет! Ты будешь радоваться, если он опять в Анталии презентится? Нет! Все, на отдыхание! Дорогие друзья, наконец-таки мы долетели и вышли из Шереметьево. Очень счастливы, да? Да Жра, конечно, хорошо, но дома оно лучше. Сейчас у нас 22 градуса И прям комфортно Кондиционеров не надо Но, правда, говорят, опять вроде как похолодание будет Ну, а на этом наши приключения заканчиваются Огромное спасибо, что вы были с нами Что посмотрели это видео Как всегда, всем добра, удачи, позитива Кого ждет в ближайшем времени отпуск Хорошего отпуска В общем-то, и как всегда, увидимся с вами вновь Во влоговых видео Пока-пока 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 Ты доволен, что вернулся? Пока-пока